Страсти кипят, зрители болеют, в зале почти аншлаг. Организаторы довольны. Турнир набирает обороты и уже прямо сейчас конкурирует с ведущими европейскими площадками дзюдо. Растет число стран-участниц, титулованных спортсменов. С каждым годом становится все больше. Старт шестому по счету Оренбургскому этапу Кубка Европы дает губернатор Юрий Берг. Желаем честной и бескомпроместной борьбы. Кубок Европы под дзюдо объявляем открытым. Кубок Европы под дзюдо в календаре спортивных мероприятий Оренбуржии занимает особое место. Во-первых, проводится ежегодно, то есть уже стал традиционным. Во-вторых, здорово работает на популяризацию этого вида спорта. Люди, тот тренерский состав, который есть, я думаю, что глаза горят. Школы переполнены и сегодня уже поднимается речь о создании регионального центра дзюдо, чтобы дальше у них было развитие. Поэтому как раз вот эти турниры, они и дают все, по любому виду спорта, такого уровня турнира, они дают такой всплеск. Мы вот сегодня начали, и я думаю, что мы продолжим сегодня с руководством обсуждение такой темы о том, что может быть рядом построить еще спортивные сооружения, да, вот региональный центр, который позволит и в дальнейшем развивать, так сказать, и массовое дзюдо, да, чтобы, ведь это на самом деле очень доступный вид спорта. Еще в прошлом году наш турнир вошел в число высокорейтинговых кубков Европы. Помимо Оренбурга в Старом Свете подобный статус имеют лишь несколько континентальных этапов. Это значит, что нашему городу вполне по силам замахнуться на соревнования еще более высокого уровня. Я также предложил и местным властям, и также президенту Оренбургской Федерации под дзюдо подать заявку на проведение турнира среди юниоров, также кадетов. И уверен, что если вы будете проводить чемпионат среди юниоров здесь, это будет огромным успешным. Пока же наш город довольно успешно проводит Кубок Европы, и для российской сборной татами Оренбуржа уже который раз оказываются фартовыми. Первый соревновательный день это подтвердил в полной мере. Россияне выиграли в субботу 20 медалей. 4 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Свою лепту в общий успех внесли и хозяева. Оренбургские дзюдоисты завоевали две награды. Бронзовыми призерами Кубка Европы стали Егор Цветков и Антон Поляков. Отмечу, что сегодня в Оренбурже прошел второй соревновательный день. Спортсмены разыгрывали вторую половину наград турнира. Итоги Кубка Европы будут подведены в понедельник. Сергей Тищенко, Владимир Нечаев. Наше время.